Как живут в тех областях, где месяц назад были созданы так называемые народные рады. Они фактически взяли на себя обязанности облгосадминистрации. Речь идёт в основном о западной и центральной частях Украины. Официального статуса у этих рад нет, но именно они сейчас отвечают за социальную сферу в регионах. В Черновцах областная госадминистрация работает в штатном режиме. Баррикад у здания уже нет, а штурми сейчас напоминают разве что входные двери. Вместо стёкол до сих пор клеёнка. В регионе уже появились первые проблемы. Не хватает денег на соцвыплаты. Народная рада в Черновцах – это депутатская группа с одноимённым названием. Её создали ещё 25 января. В составе только местные депутаты. Обещали, что будут и представители общественности, но прошёл месяц, а их до сих пор нет. Так называемый штаб народной рады заседает каждый день в одном из кабинетов обладминистрации. Здесь говорят, главная функция – контроль за властью. Но как именно решать, не знают ни в Финуправлении, ни в самой народной ради. В этом кабинете депутаты уже несколько часов разрабатывают план выхода из кризиса. Пока безрезультатно. Никаких полномочий не имеет Народная рада и в Черкасах. Правда, в отличие от Черновцов, в её составе, помимо депутатов, активисты Майдана есть. Но никаких решений рада не принимает. Самораспустился сегодня и облсовет. Перед этим, правда, успели избрать нового главу облсовета – это Валентина Коваленко. Так что документы подписывать есть кому. Зарплаты и соцвыплаты в Черкасской области выдают без сбоев. В Ривне на задержки соцвыплат тоже не жалуются и признают. На несколько дней задержали зарплату бюджетникам. Сейчас областью руководит президиум облсовета. Это контролирующий орган, которому подотчётны все подразделения исполнительной власти. Прокуратура, милиция и даже правый сектор и самооборона. Сам же президиум отчитывается исключительно на Майдане, утверждает глава облсовета Михаил Кириллов. Вот такие заседания президиума облсовета каждый день по несколько часов. На согласование с активистами Майдана уходит много времени. Час потребует и швидких, и большую количество решений. Они обсуждаются и подвергаются дискуссии, потому что это вопросы очень жаркие. Новосозданные органы управления только учатся руководить регионами. Вертикаль власти формируется медленно, с проблемами, но пока прозрачно. Станислав Пухачук, Ольга Паломарюк и Нобелецкая. Подробности телеканал Интер.